Всем привет! Вы на канале «Всё за 10 минут» и сегодня мы расскажем историю Древней Руси от Олега Вещева и до крещения Руси. Мы начинаем огромный цикл роликов, где расскажем историю России со 700-х годов до нашего времени. Буду рад вашим подпискам, лайкам и комментариям. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, а мы начинаем. Поехали! В 879 году, согласно летописи, Рюрик умирает, оставив малолетнего сына Игоря под опекой своего военачальника и, возможно, родственника Олега. В поздних летописях говорится, что и Рюрик погиб на войне в Карелии, где и был похоронен. Олег начал править в Новгороде после смерти Рюрика в 879 году. Он наследовал престол, поскольку сын Рюрика, Игорь, был еще ребенком. Согласно повести, Олег был родичем Рюрика, возможно, его Шурином, то есть братом жены. Из подчиненных Олегу окрестных племен Чуди, Мерии, Эльменских славян, Бесси, Кривичи и Варягов, он собрал войско и двинулся на юг. Затем Смоленск посадил там править своего человека. В 882 году войско Олега подошло к Киеву, где в то время правили Аскальд и Дир, люди из дружины Рюрика. Олег хитростью выманил их из города. Когда Олег занял Киев, он провозгласил его столицей Руси, объединившей северные и южные территории. С этого, собственно, и было принято начинать историю государства, получившего историческое название «Русская земля». Хотя все-таки это был следующий этап после создания Российского княжества в Ладоге, а затем в Новгороде. То есть Киев – это третья столица Руси. Главным делом Олег считает расширение границ государства на востоке и запад от Днепра. Он активно строит города, чтобы удержать завоеванные земли и зачастить их от набегов кочевников. А также начинает регулярный сбор даний с подвластных племен. Самое значимое деяние Олега – это установление тесных контактов с Византией, Восточно-Римской империей. В 1907 году, оставив править в Киеве сына Рюрика Игоря, Олег совершил свой знаменитый византийский поход. Так победой Олег прибыл в свой щит к воротам Царьграда. Главным результатом похода стало заключение торгового договора, убеспечивающего свободу беспошлиной торговли российским купцам. Тоговор в Византии стал первым международным документом молодого государства. В 1912 году князь Олег погиб якобы от укуса змеи. После смерти Олега Игорь проявил себя как удачливый военачальник. Он подавил восстание древлян, покорил племена между Днестром и Дунаем. В 1913 году совершил поход на побережье Каспийского моря и захватил богатую добычу. Во время этих походов в пределы Руси вторглись печенеги. С ними Игоре удалось заключить перемирие. В 1941 году князь предпринял первый поход на Византию. Поход закончился поражением. Русские ладии были сожжены греческим огнем. Лишь части кораблей удалось спасти. Позже на них был совершен успешный поход на Каспий. Второй поход в 1944 году оказался удачным. Император Роман предложил Игорю договор, не столь выгодный, чем заключенный когда-то Олегом, но князь предпочел не рисковать и принять его, восстановив торговые отношения с греками. Игоря казнили древляне, которые отказались платить ему дань. Игорь был женат на Ольге. Незадолго до гибели в его семье появился наследник Святослав. Начало правления Ольги умрачено жестоким отомщением за гибель мужа. Она сожгла столицу древлян, город Искоростень. Но ее поступок одобрили киевляне, дружина. Ольга взяла осадой Искоростень, казнила 5000 древлян, а остальных отдала в рабство. И пристекла Русь, признала Киев своим единственным центром. Ольга продолжала управлять государством и после возбуждения сына, который был занят только походами. Главным ее делом стало установление порядка. Император в Константинополе подтвердил прежний договор о мире, именуя Ольгу Егемоном и Архотисой Русов. Она объехала все свои земли и, чтобы не было новых насилий, вела уставы и уроки, постоянные размеры дани. Создала погосты, где устанавливались сборщики податей. По сути, она провела первую административную реформу. Именно такой образ княгини, властный и мудрый, вошел в историческую литературу. В 957 году Ольга отправилась в Константинополь, чтобы принять христианство. Как самодержавная правительница сильного государства, княгиня поплыла в Царьград, желая не уронить до свойства своего отечества принять крещение самого константинопольского патриарха. Крестным отцом своему Ольга желала видеть только самого императора. И так и случилось. И по возвращению на Русь, княгиня в некоторых местах уничтожила языческие святилища, воздвигла христианские храмы. Считается, что Ольга основала Псков. В середине 60-х началось самостоятельное правление князя Святослава. Он не был похож на свою мать. Если Ольга стала христианкой, то Святослав оставался язычником и в общественном жизни, и в быту. По-разному мать и сын понимали и свои обязанности правителей государства. Если княгиня Ольга была озабочена сбережением своего княжества, то князь Святослав искал славу в дальних войских походах, немало не заботясь о существовании Руси. Но летопись не осуждает князя, а повествует о Святославе как об истинном войне. В 965 году Игорь отправился в свой первый поход против Хазарии. Около четырех лет продолжался этот беспримерный поход. Побеждая во всех битвах, князь сокрушал Хазарскую армию, захватил и разрушил столицу Хазарского каганата, город Итиль. На берегах Керченского пролива основал форпост российского влияния в этом крае, город Муторакань. В 968 году Святослав отправился в новую военную экспедицию против Дунайской Болгарии. Святослав принял предложение византийского императора Некофра Фоке с огромные деньги завоевать Дунайскую Болгарию для Бизантии. Некофр Фоков хотел купить варварскую дружину, которая послужила на благо его империи, и получив условную плату, уйдет во своясе. Но этого не произошло. Святослав с десятитысячным войском разгромил тридцатитысячное войско Болгарии, захватил город Малую Преславу. Этот город Святослав назвал Переславцем и объявил столицей своей державы. А Киев он возвращать не хотел. А греки, в свою очередь, подкупили печенежских вождей, соглашившихся в отсутствии великого князя напасть на Киев. Святославу пришлось вернуться с частью дружины в Киев, чтобы спасти мать и детей. Он разгромил печенежских войск и отогнал в степь. Через три дня княгиня Ольга умерла в... Святослав разделил российскую землю между своими сыновьями, а сам поспешил в свои владения на Дунае. Там, на болгарской земле, он продолжил борьбу с греками, которая завершилась с заключением мира. И после этого Святослав вместе с дружиной отправился в Русь, но по дороге попал в засаду, устроенную печенегами, и погиб. Отважный и умелый полководец, Святослав так и ничего не сделал для государственных дел ни в своем княжестве, ни на завоеванных территориях. Он оставил после себя неурядицу в государстве и на запутанные отношения с византийцами. Ярополк Святославович, сын князя Святослава Игоревича, Ярополк впервые упоминается в летописи 968 года. В тот год он вместе с бабушкой, княгиней Ольгой и братьями был осажден печенегами в Киеве. В 1970 году Ярополк получил от отца, навсегда ушедшего в Болгарию, Киев. После трагической гибели Святослава отношения Руси и могущественные византии испортились. Казалось окончательно. Потеря византийского рынка болезненно ощущалась и русскими торговыми людьми. И 15-летний Ярополк, естественно, не мог проявить дипломатическую опытность. Но случилось так, что в 976 году скачался император Иоанн I, инициатор ссоры с Русью. Новый император Василий II решил вернуть отношения из старого русла, и вскоре из Царьграда на Русь отправились новые послы. А послы из Константинополя прибыли в Киев в 978 году. Ярополк подтвердил мирный договор с греками. Усобица началась между сыновьями Святослава в 977 году. По преданию, поводом для первой усобицы на Руси послужило убийство Люта, сына киевского воевода. Лют якобы во время охоты попал во владение древлянского князя Олега. С тех пор, как говорит литобисть, Свенельт начал подначивать Ярополка пойти на своего брата и взять его власть. И Ярополк подался уговором. В столкновении случайно погиб брат Ярополка Олег. Весь об этих событиях вскоре донеслась до Новгорода. Князь Владимир бежал из русских земель, а Ярополк прислал туда своих посланников, чтобы они управляли Новгородом. В результате гибели Олега и бегства Владимира Ярополк присоединил владения братьев к своим землям. В дальнейшем он заключил союз с другими князями. Но Владимир не собирался отдавать власть Ярополку. Он собрал войско из варягов, вернулся в Киев, выгнал посланников Ярополка, а затем направился в Киев. По преданию, когда началась усада Киева, Владимир послал тайное сообщение воеводе Ярополка Блуду с предложением дружбы, а на самом деле предательства. И Блуд согласился предать Ярополка. Блуд уверил Ярополка, что горожане хотят предать его. И потому Ярополку надо скрыться из города. Ярополк поверил воеводе, бежал из Киева и укрылся в городе Родни на реке Росе. Владимир вошел в Киев, но решил не останавливаться и отправил войско осуждать Родню. После осады появилась и долгий сохраненная поговорка «Беда как на Родни». А Блуд, продолжая осуществлять коварный план, населительно убеждал Ярополка в необходимости заключить с братом перемирие. Ярополк согласился с воеводой, он отправился во дворец к Владимиру, но едва он приступил порог, как два варяга, затоившиеся неподалеку за дверью, напали на князя и зарубили его мечами. С этого момента и начинается история зарождения христианства на Руси, о которой мы поговорим уже в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, а мы увидимся уже в следующем видео. Всем пока!